Метеопредупреждения спасателей сбылись. Сегодня появились новые. В Кирове ночью выпала, говорят, месячная норма осадков. Потоки воды не выдерживали ни сточные трубы, ни дворы, ни ливневки. С трудом выбираться утром приходилось жителям нескольких домов. А на Тимирязево машины оказались в песчаном плену. Его состройки намыло на парковочную зону так, что и в машину не попасть. Подробности в материале Артема Панекаровских. Почти стихийное бедствие пережили этой ночью жители дома на Тимирязево-8. Несколько тонн песка сюда намыло на эту парковочную зону ночным дождем. Водителям, судя по всему, придется серьезно попотеть, чтобы сначала попасть в свою машину, потом выбраться из этого песчаного плена. И, как мы видим, кто-то уже пытался это сделать, но, по всей видимости, безуспешно. Ни подложные палки, ни откопа, ни даже полный привод не смогли преодолеть намытый дождем песок сегодня утром. Но владельцу Хонды Александр завидует. Его Солярис в песке аж до капота не открывается даже дверь. Я еще не знаю, даже еще не думал. Ну, это что это? Ну, посмотрите на это вот. Ну, я где-то понял уже часов где-то под 8 утра, что тут начало все затапливать. Ага. А, собственно, уже все тут как-никак не выехать уже. Ну, собственно, и радиатор вот все забило тут. Ну, как бы, ну, не выехать тут и не откопать, ничего не сделать. Что будешь делать? Заявление писать. Заявление Александр решил писать, начиная от участкового, заканчивая за стройщиков, с чьей территории убежал песок, кстати. И на самой стройке теперь небезопасный электромонтер пытается выяснить, почему электроподстанция издает такие странные звуки. Вот, смотрите. Да? Вот. Серьезная, да, какая-то авария? Здесь. Нет, ничего серьезного. А что тогда бьет тут? А? Сыро, потому что пробило. Кабель лежит на земле, и искры, ночью где-то часа вот в три я даже проснулся, и вот искры прямо летят вот такие. И теперь вот каждые пять минут искры. Крановщик ездит, все это видит, но ничего, никаких действий, ничего не принимает. Кстати, жители дома на Тимирязево-8 утверждают, соседству с этим застройщиком давно не рады. Были бы ограждения, проблем точно было бы меньше. Вот как началась стройка, вот такая вот постоянно. А они что, не делают для того, чтобы этого не было? Ничего не делают. Угу. Толком даже. Ничего не выкапывают, не откапывают, никакие заграждения не ставят. В одной сплошной водной ловушке сегодня утром оказались и жители дома на Попову. Выйти из подъезда и остаться сухим нереально. Во дворе образовалась лужа во всю ширину дороги и до самого порога подъезда. Ситуация стала налаживаться только ближе к обеду. Похожая картина еще в десятках дворов и на дорогах. А жители дома на энтузиастов в свой день начали со съемок внутри своего подъезда. По всей видимости, интенсивного дождя ночью не выдержала водосточная труба. Кроме всего, из-за грозы сегодня вышли из строя светофоры и создали неразбериху на шести перекрестках. Чуть позже в администрации города отчитались, восстановили пять из них. Наряду с не очень радостными последствиями ночной стихии в социальных сетях хировчане обсуждают и зрелищную изорницу, и небывалую грозу. Кому-то удалось подкараулить ее чуть не перед окном. Кстати, МЧС сегодня разослали новое метеопредупреждение уже на четверг, 5 июля. На этот раз речь идет не о сильных ливнях, а о порывах ветра. Ведомство рекомендует держаться подальше от легких построек, линии электропередач и деревьев. Но мало ли что. Артем Панекаровских, Никита Рябинков, информационный канал «Город».